Добрый день! Здравствуйте! Как всегда в этот день и в это время на волнах радио Балком программа раз в неделю, разговорная, информационно-познавательная, иногда даже музыкальная программа. Не без того, да, вообще большую эстетическую ценность мы несем, по нашему мнению, нашим слушателям, часто просветительские спецэффекты тоже. Возможные. Возможно, наши передачи сегодня без них не обойдемся. Ведущая это передача Михаил Губин. И Леонид Розы. Звукорежиссер Константин Рост. Да, за пультом. За пультом и за пультом. Ну что, действительно, не зря мы... Каждый раз продолжаем подчеркивать, что... Подчеркиваю, что на нашу передачу приходят наши современники. Удивительные люди, искренне увлеченные своим делом. Иногда искренне и бескорыстно, иногда коммерчески ориентированные. Но в любом случае, с позиции нашего гостя мы разберемся, но большое... Он имеет, конечно, значение для фотографического, в первую очередь, искусства. Хочешь сказать, современники, но не всегда соотечественники. Да. И одновременно является он и латвийцем, и лондонцем. В гостях у нас прославленный фотограф, фотохудожник, преподаватель фотографического искусства Дмитрий Булкин. Из Лондона. Самый Булкин, да, из Лондона. Из Лондона, да. Как часто пишут о нем в социальных сетях. Здравствуйте, Дмитрий. Доброго дня. Очень рада, что вы к нам приехали. Ну, действительно, вот, знаете, казалось бы, Булкин, какой-то Булкин, скажет какой-то недалекий... Да. В фотографическом смысле человек. Не сведущий. Не сведущий сильно. А вот как только написали мы анонс, что придет к нам Булкин, сразу же, вы знаете, просветленная часть всяких фейсбуков пошла шептаться. Булкин, Булкин. Все радуются, лайкают, там, как-то это распространяют информацию. Такое ощущение, что, знаете, все люди, которые хотят фотографировать красиво, художно, ходили к вам на курсы. Вы ведь курсы преподаете в том числе, да? Преподаю, но только я предупреждаю не курсы, а на курсах фотографий. На курсах фотографий. Курс-то я не преподаю, конечно. Простите, пожалуйста, вы учите других людей красиво фотографировать, грубо говоря? Ну, не то, чтобы я учу, я... Учить-то как можно? Научиться человеку сложно чему-то. Он либо сам научится, либо не научится. Поэтому, скорее, я стараюсь сделать так, чтобы у него легче-то получилось, если он этого хочет. Но может быть, что у него ничего и не получится. Если не хочет, то не получится. Если хочет, то получится. Прямо вот даже если бездарный человек какой-то? Ну, нет бездарных человеков. Ну, как же нет? Если у человека есть желание к чему-то большему, чем съесть и уснуть, то это уже не бездарный желание. Рано или поздно, да, вы считаете? Конечно. А нужно ли действительно, простите, вот за эфиром мы уже прошутились, вот это заводы стоят, не фотографы в стране, нужно ли множить поголовье фотографов, людей с фотоаппаратами, со всякими устройствами, и без того же огромное количество фотографий в сети, в интернете, мир погружен в эти фотографии. Специальные сети буквально этому только способны, у всех фотоаппараты, у всех смартфоны, каждый, любой вот миг уже сфотографированный, все это размножается, полнится, куда дальше-то? Пошли фотографы кругом. Нужны ли дополнительные фотографы этому миру? Вопрос же это не в мире, что они нужны миру или нет, это же уже не коммунизм, когда мы делаем тех, кто нужен миру, скорее нужно ли людям фотографии, которые занимаются, нужна ли она им, а если они чувствуют, что нужна, то нужна. А им нужна. А кому-то нужна, кому-то не нужна, кто хочет заниматься, тем нужна, кто не хочет, то тому либо не нужна, либо он не знает, что она ему нужна. Не, ну такое ощущение, что фотографы, которые возомнили себя все. Ну так и не только фотографами, и музыкантами, и писателями, и поэтами. Ну, в теме литературе и, наверное, в музыке, вы знаете, принято как будто считать, что если таланта нету вот сразу у человека, то и никак он не овладеет этими тонкостями искусства. Наработать же нельзя в литературе, например, пушкинский талант, там, стихи сочинять, это же все-таки гениальность от природы. Так ли фотографии? Или все-таки тут вот можно научиться что-то понять, постичь? Мне кажется, и в литературе это тоже можно всему, смотря что такое талант. Если мы воспринимаем талант как рука Божья, либо какое-то нужное сочетание биобактерий внутри, тогда оно либо есть, либо нет. А если талант это какое-то настроение, или желание, или состояние, то оно все приобретаемое. Люди, которые приходят к вам учиться, чему они хотят научиться, какая у них цель? По-разному, по-разному. Интересно. Кто-то хочет самовыразиться, кто-то хочет делать фотографии из путешествия к России, кто-то хочет научиться пользоваться фотоаппаратом, по-разному. Но это в ходе всегда меняется, это желание, оно каждый месяц. Это как такой лабиринт. Вот идешь, и вот там вот тупик, кажется, и хочется до него дойти, или поворот. И до этого поворота хочется дойти и сказать себе все. А захочешь до поворота, поворачиваешься, видишь, что там другие горизонты. И так оно продолжается. То есть люди, которые к вам приходят на курсы, они все-таки приходят к выводу до этого, что они чего-то не знают и чего-то не умеют? Ну, скорее всего, да. Редко, когда приходит человек, который думает, что он все знает и все умеет. У него нет тогда цели приходить. Приходят люди, которые, да, хотят чего-то больше. Но у вас же школа все-таки художественной фотографии. Художественной и творческой фотографии. Художественной и творческой. Важно, да. Она отличается от, не знаю, семейной, репортажной и прочих других. Она отличается от всей не художественной, не творческой фотографии, да. А в чем заключается концепция художественной и творческой фотографии? Как определить, уже художественной или нет еще? Художественно определяется достаточно просто, потому что есть художественные средства выражения. Если они используются, либо как они существуют, либо в протест, что на самом деле то же самое, что использовать их, то это художественная фотография. Вопрос идёт об эстетике, да, здесь. Это эстетическая фотография, не эстетическая, заставляет какие-то эмоциональные переживания или несёт ли что-то, какой-то контекст, подчиняется законам художественным, либо нет, она художественная, соответственно, либо нет. А осознанно ли, всегда человек осознанно создает художественную ли фотографию, или она может получиться случайно? Может, конечно. Собака там снять на кнопку тоже может, да? Случайно может, да. Поэтому занятие это скорее снижение вероятности случайности. Вот так. Потому что можно, это как и на русском языке, можно случайно сказать, сочетание слов, оказывается, это цитата кого-то. Может же быть такое? Ну а вот фотография, в смысле художественная фотография, она что предполагает? Какое-то особое освещение, какие-то эффекты? Она предполагает продуманность либо во время съемки, либо во время публикации. То есть, это не просто фотография, которую сделал случайно и случайно ее выложил со всеми остальными куда-нибудь в эти тонны интернетовские. Скорее фотография, в ней что-то совпало. На самом деле не что-то, а куча материала, знаем, что там совпало и что не совпало. Но если она работает в каком-то эмоциональном плане или в содержательном, информационном плане, то в информационном нет. Это не к эстетике, да, относится не к художественности, а к содержанию. Это уже к творческой части. А сами вы любите на этой стадии развития какие фотографии больше снимать? То есть вы уже много лет работаете, создали много шедевральных вполне, по мнению многих, ценителей фотографий. Вы еще, например, не устали ли фотографировать людей? Или вы уже перешли только на какие-то, не знаю, там… Объекты. Объекты, пейзажи, пятна, да, какие-то плесени какой-нибудь концептуальной. Что вы сами вот для души снимаете и считаете хорошей художественной фотографией, которую вы способны снять? Все, что я снимаю, все для души. То есть я не занимаюсь коммерческой фотографией в том плане, как она существует, на заказ. Я делал фотографию ту, которая у меня делается, которую я хочу для души, и потом ее кто-то покупает или не покупает. Это как картина. Да, чем это отличается от коммерческой фотографии? Это коммерческая. Ну, как бы у нее цель изначально не коммерческая. Я не делал ее на продажу. Я делал ее, потому что я не могу ее не сделать. Да, это какой-то внутренний посыл. Но так как она уже существует, сделанная мной, по моей цели, то почему бы не поделиться? Да, я бы назвал это так, скорее всего. Не поделиться для того, кто хочет. А вот, скажем, если я даю совету писателя, молодым писателям, если можешь не писать, не пиши, можешь ли вы сказать молодым фотографам, можешь не фотографировать, не фотографировать. Не хочешь фотографировать, не фотографируй. Ну, да, на силу себя нет смысла. Идти в ногу с модой тоже бессмысленно. Лучше уже это время потратить на то, что действительно хочется делать. Но если чувствуешь в себе какую-то потребность, то надо делать. Да, если она даже маленькая, за нее нужно цепляться. За желание нужно цепляться. Давайте расскажем о курсах, которые произойдут в конце следующего месяца в Риге. Удивительная возможность действительно их посетить людям, которые заинтересованы. Прильнуть, как говорится, к источнику творчества. Они пройдут 21-25 июля. Не совсем так. Простите. Они, как бы этот курс состоит из двух частей. Да. И с 19 по 20, это два дня. Первых, технические. Они для тех, кто не умеет работать с техникой. Либо считают, что не умеет на хорошем уровне работать с техникой. Потому что тема тоже обширная. И это как бы предзанятие перед тем, что начнется 21 по 25, когда речь уже не будет идти о технике в основном, а будет идти об эстетике, о художественности и о творчестве. То есть о том ничем, а скорее каким способом, как и что. А какая техника, какую вы рекомендуете использовать? У вас написано как будто, что вообще не важно, не имеет значения. Не важно. Действительно ли, да? Цифровая, не цифровая? Можно снимать и мобильным телефоном? Ну, мы же только что это делали. Конечно, можно снимать и мобильным телефоном. Надо сказать, что кто-то мог уже видеть по камерам, как мы перед эфиром с Михаилом фотографировали друг друга. А до этого за пределами студии, просто шантажом и угрозами заставили нашего гостя Дмитрия нас сфотографировать, чтобы у нас тоже были фотографии руки Великого Булкина. И он просто с ней зашел, и скоро мы тоже их где-нибудь заходим. Ну хорошо, а какой-нибудь старый, там, по-советски пленочный черно-белый фотоаппарат? Пленочный не может быть черно-белым. Это пленка, может быть, черно-белая? Ну да, имею в виду черно-белая пленка. Хороший фотоаппарат, если он работает, если он не доставляет каких-то дефектов на кадр, то прекрасно. Почему нет? Абсолютно можно. Какая-то мода же есть сейчас, да? А сейчас остались же как... Хипскорская, винтажная, там, снимать на пленочные, как бы это не лучше. А знаете, какие-то фотографы, которые за сих пор еще на пленку снимают, да? Я снимаю на пленку, да. На пленку? На пленке, да. А почему вам нравится на пленку? Мой материал, я его чувствую. Да, и вы сами проявляете. А цифровые что, не снимаете, что ли? Сейчас уже нет. Раньше снимал, потом как-то постепенно начал совмещать и понял, что в сравнении я работаю с пленочным материалом гораздо эффективнее. То есть, вот как, значит, как гурманы могут отличить звук там с пластинки или с диска на слух там, а то вы можете отличить пленочную от цифрового, да? Я думаю, что не всегда, да. Есть мастера, которые из цифрового кадра делают прекрасные фотографии, и там даже нет мысли о том, как это сделано пленкой, либо цифрой. Но для меня самого в момент создания важен, не в момент анализа чужой фотографии, там-то уже не важно. Важно, что несет фотография, а не как она сделана. А когда я делаю, мне легче донести то, что я хочу, именно пленкой. Так сложилось. Ну, это же не экономно, пленка вот неподходящих кадров пропала, пропал, когда-то пропала пленка. Ну, не пленка, а кадр пропал. Кадр пропал, да. Да, так бывает периодически. А вот что про эти пресловутые айфоны, простите, айфонография так называемая? Тут пишут, что в 2012 году обложку журнала «Тайм», «Тайм», знаменитей Шава, на которой ставятся, выносятся какие-то суперценные кадры, украсила. Собственно, фотография сделана просто на айфон. Фотографом, ну, просто на айфон. Это была фотография, посвященная урагану Сэнди. Знаменитая фотография. Могут ли такие снимки тоже считаться художественными? Или это опошление какого-то жанра высокого фотография? Нет, это вопрос эстетики. И, конечно, может, да, потому что айфоном тоже можно туда внести все и композиционные вещи, и пространство, и цвет, и форму. Совсем можно играть айфоном, неважно. Телефон, фотоаппарат – это фиксатор того, что происходит в голове, или где-то в сердце, или где-то в руках. Поэтому каким способом его фиксировать не столь важно, если этот способ фиксации позволяет сделать то, что хочет автор. Если он справляется с этим, то отлично. Для кого-то это айфон, для кого-то это пленка, для кого-то цифра. Для меня, скажем, пленка не всегда помогает мне передать настолько то, что я хочу передать кому-то. Именно цифра помогает кому-то айфон. Это вопрос технический. Это как раз таки вот у меня разделение есть в голове на три части. Эта система есть техническая, есть эстетическая, есть содержание. Есть чем, есть как, есть о чем. Но с этими айфонами и прочими смартфонами, это разве не жульничество какое-то? Это же компьер, ну как бы все уже, бездушная машина делает, сама обрабатывает эти спецэффекты, сепи и все это. Инстаграмы, прощи господи. Увлечение всеми этими фильтрами. Это же, мне кажется, какое-то ложное. Не купит ли это в человеке какие-то свои таланты? Поставил какой-то фильтр, и сразу такая какая-то многозначительность кадра появилась. Ну если она появилась, то это хорошо. Если человек в ней что-то видит, то это не особо… Но он же не понимает, что происходит, ему компьютер помог. Не ретушировал ее сам. Он же выбрал просто нажатием и все. Ну да, да. Называет ли он это творчеством, называет ли он это своей работой, вопрос, кто это сделал. Он, машина или тренд. Почему это произошло? Потому что он так хочет, чтобы так было? Или потому что все так делают? Или потому что у него ограниченные ресурсы из этих четырех фильтров, и он как бы не хотел, не вылезет за эти рамки? Да, тогда вопрос, его ли это фотография, либо это фотография производителя айфонов. Мы даже забыли в угаре начало программ назвать телефоны, тем не менее, кто-то нам уже звонит. По телефону 67212-93-9. И 67213-93-9. И также на сайте mixnews.lova.videochat. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, меня Дмитрий зовут. Вот хотелось бы вашему гостю, Дмитрию, задать вопросик, более широкий, наверное, чем фотография. Хотелось бы узнать, его отношение к современному искусству вообще не получилось ли так, что с увеличением количества мы очень сильно, ну скажем так, потеряли в качестве. То, что если раньше на пленочные фотографии, ну на пленочные фотоаппараты фотографировали действительно там 36 кадров, и это было, ты каждый кадр выбирал, то сейчас щелкают, я не знаю, тысячами. Оно лежит и в принципе, ну в этом плане фотография потеряла. Хотя доступность, наверное, увеличилась, ну то, что теория больших чисел, да, то, что у нас хороших кадров стало очень тоже много, но их найти сложнее. Но вот как бы продолжение вопрос, а вопрос коммерциализации самого искусства, о том, что в принципе две одинаковые фотографии, или там, ну тоже картина, ну в данном случае фотографии, сделанные похожие разными людьми, будут стоить в сотни тысячи раз дороже вопросов о скрученности автора. Вот не боится ли Дмитрий тоже попасть в такую, ну ловушку, я не знаю, или может быть он к этому стримнет. Спасибо большое, я снова, ой, копнули философские пласты, у меня символичный телефон свалился, кстати. Бывает. Так, первый вопрос был про количество и качество. Да, раньше давалось с трудом, но вроде как это были какие-то вот выстраданные, но сильные снимки сейчас. А второй про коммерциализацию. Да, про первый я бы сказал так, что кадров, конечно, стало больше, потому что во много раз техничней, но мы просто стали видеть больше, так как цензура ушла. Если мы вернемся в советское время, нам далеко не все показывали то, что можно было, и нам показывали уже какую-то выборку, которая проходила некий критерий качества, ну и, наверное, еще какую-нибудь идеологическую фильтрацию. А теперь мы видим все, и поэтому куратор стал, зритель стал куратором, он обязан теперь быть куратором, потому что воспринять все абсолютно невозможно, нужно как-то выбирать. Теперь никто не помогает выбирать, теперь нужно выбирать самому. Сложнее стало зрителю именно отсортировать в этом всем. А насчет коммерциализации и вот похожих двух кадров, но с разной стоимостью, потому что диапазон бывает от 100 евро до 5000 каких-нибудь, два варианта есть. Первый – это маркетинг делает свое дело, он делает это во всем, это не только фотографии, это в одежде, во всем, да, в жилье, где угодно, в машинах, в телефонах, что распиарено, что дороже. Второй момент – это не все так зачастую просто, иногда поверхностным глазом, либо незаметна эта разница. Когда смотришь две работы, и кажется, что это вроде бы очень похоже, а на самом деле они очень отличаются в деталях, или в посыле, или в содержании, там есть маленькая, но очень важная разница зачастую. Не так все просто. Например, в лондонском, опять же, Тейт Модерн, висит Дали. И напротив него очень похожий, очень похожий стиль Дали, да, и у меня был знакомый, я завел, смотрю, он говорит, вау, Дали, да, вау, тут Дали. Я говорю, нет, ты что, не видишь, это не Дали. И когда он посмотрел обратно на Дали, он понял, что это не Дали не потому, что у Дали нет такой картины, а потому, что это на самом деле, когда сравниваешь две картины вместе, вот они стоят, понимаешь, что там крупится разница, но это кардинально важно. Что Дали бы так никогда в жизни не сделал, не потому, что он так не умеет, а потому, что его внутри нет того, что там есть. А, хорошо, а тогда такой еще, пожалуйста, пример, вы же вот в Лондоне живете, там, например, функционирует знаменитый Бэнкси, да, которого часто называют гениальным, кстати, он бескорыстный же сам, он же не продает как будто свои работы, ну, условно, скажем, да, по крайней мере за миллионы, стены же вырубают уже, где он нарисует, и кто-то продает как бы в пользу кого-то. Это знаменитый мастер на стены живописи. Так называемый. И там же Энди Уорхол, он лондонский же, да, тоже, например, не знаю, не важно, хорошо, не важно, Уорхол отбросим, Дэмиан Хёрст, вот, бич нашего времени, который, акулы в формальдегиде, череп с бриллиантами, но безумно дорогие, тоже миллионы стоят, он как раз вот лично продает сам свои работы, да, не за золотые какашки Гитлера, там, условно говоря, простите, что-то такое. Вот есть ли разница или какая-то, или если вы не знаете, кто такой Хёрст, ну, просто про Бэнкси скажите, вот как относиться к Бэнкси, например? Бэнкси, ну, то, что в Лондоне, вот я узнал про него, общаясь с людьми, которые увлекаются, изучают именно культуру граффити в Лондоне, в определенных районах она живет, откуда он появился сам, и где очень много граффити, говорят, что на самом деле это не супер бескорыстное дело, что за этим целая большая машина, и коммерческая, и пиар-машина, и пытаясь выйти, как каждый журналист Лондона пытается разоблачить Бэнкси, да, кто же это такой? И говорят, что как только натыкаются на каких-то его знакомых, лицепряженных рядом с ними людей, люди пропадают сразу же. Ну, я за что купил, за то и продал. Убивают? Нет, ну, исчезают, исчезают. Не выходят на интервью, условно, да, там говорят, что я не могу, но я, опять же, за что купил, за то продал, ничего не знаю сам лично. А граффити, вы видели его знаменитые хотя бы какие-то? На улице их нет практически. Нигде нет, да? Да, они исчезают буквально, там одна недавно появилась, ее... Люди исчезают. Эй, граффити, давайте сейчас прервемся на новую сеть рекламы, и потом вернемся в студию. У него своя студия творческой фотографии художественной, его все любят. Раньше он был в Риге, теперь он в Лондоне, периодически он в горах. Дмитрий Булкин, известный фотограф, у нас в гостях. А телефонная прямого эфира, напомню, 67212-93-9. И 67213-93-9, мы готовы уже активнее принимать звонки. Вот много звонят нам, возможно, поклонники, может, и противники вашего искусства творческого метода. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что приняли звонок. Я фотограф, скажем так, с плохим опытом, больше всего даются пейзажи мне. Я хочу поделиться впечатлением с вашим гостем, уважаемым человеком, спасибо, что он у вас в гостях. Вот буквально неделю назад я, прогуливаясь вдоль берега водоема, увидел великолепное просто сочетание, падающий закат, освещал облака, и они отражались в абсолютно гладком водоеме. Я буквально закурил сигарету, бросил и побежал, благо, дом рядом, вернулся с фотоаппаратом, и все исчезло. И вопрос вот в чем. Было ли у мастера такие впечатления, когда он что-то не успел заснять? Потому что я буквально закрываю глаза, вот уже почти неделю, и у меня это видение перед глазами. Просто какое-то спасибо, что вы... Не переживайте, держитесь, еще будут кадры наверняка, вот такая проблема. Постоянно. Постоянно. Это абсолютно ежедневная процедура, потому что камеру я с собой никогда не ношу. Так вот просто. Я если ношу, то я, значит, вышел на дел, так назовем. Конечно, идешь, и глаз же он цепляется, за все мысль цепляется, мышление цепляется, мышление уже нельзя изменить. Оно находит какие-то важные вещи, и жалеешь. Но на самом деле нет, я не жалею, я как бы получаю от этого свою долю радости. И то, что я не смог запечатлеть этот кадр, толкает меня на следующее действие, которое приведет меня, может быть, к такому кадру, может быть, к похожему кадру. Если меня зацепил этот пейзаж, там где-то озеро или что-то, то я поеду искать. Если я не смогу уснуть, и этот кадр будет меня преследовать, я поеду его искать. И это хорошо, да, такой мотиватор. А вот как с авторскими правами, скажите, какое у вас отношение? Разрешаете ли вы людям распространять, может быть, какие-то ваши снимки в интернете? Или строго пытаетесь следить, возможно ли вообще это? И могут ли люди, или обязательно они должны деньги платить за то, чтобы перепечатывать чужие фотографии? Перепащивать, простите, в социальных сетях. Да, да, да. Мне кажется, что интернет само по себе, пространство, которое появилось уже десятков лет назад, оно изначально было свободным, информационно свободным. И до сих пор я воспринимаю это как абсолютно простое, свободное распространение информации, бесплатное, никаких денег, ничего не следует. Если кто-то новостное агентство возьмет ваши фотографии, кто-то иллюстрирует свои грязные новости. Вопрос зачем, да, вопрос цели. Если кто-то на этом делает деньги, то как бы было бы неплохо, если уже пошел коммерческий процесс, то давайте играть в коммерческий процесс до конца во всех случаях. А если человек берет это только для эстетического удовольствия себе, или поделится с кем-нибудь, то никакой финансовой схемы не происходит, зачем-то думать с финансовым мышлением в этом вопросе. Не надо. А вот термарки вы ставите? Нет, не ставлю. Не ставлю, хотя надо бы, да, надо бы, но когда приходит сам процесс этого всего создания, и финально вот оно все готово, эта мысль куда-то пропадает. Я забываю о ней, и когда публикую, только потом я думаю, ну, было бы, наверное, неплохо поставить футермарк, но в сам процесс, в этом пылу или в осознании того, что это все готово, или в радости, забываю всегда. Но порядочные люди всегда пишут в скобочках, «Вай Булкин» такой уже это тренд. Давайте вот еще поговорим о курсах. А курсах, курсах, о школе. Да, вот я в школе, о курсах. Вот у вас есть там в названии курсов слово «интенсив». В чем это заключается? Интенсив, он потому что сам курс, основной, который я преподаю, он идет год. И в Риге он шел год всегда. И сейчас в Лондоне он идет год. И так как я нахожусь большей частью времени в Лондоне, то в Риге я уже не могу делать годовой длинный курс. А в Риге хочется что-то делать, все равно душа кипит. Поэтому я начал искать какую-то форму другую. И вот появилась такая вот форма. Интенсивная. Это значит, что там будет больше действия, меньше слов. Слова тоже будут, конечно. И он будет с 10 утра до 8 вечера. То есть такое погружение, глубокое интенсивное погружение. И это сложно воспринимать как замену того курса. Потому что в том курсе много идет на мышление, на анализ. И где-то 50% идет практического действия. Здесь будет больше практического действия. Слова будут только такие точечные. Но не только точечные, а вот их будет меньше. Меньше будет бесед. Будет больше дела. Первая часть с 19 по 20 июля, вы сказали, будет про технику подготовительную. А вот основная часть называется на художественной и творческой фотографии. Что будет примерно происходить там, если можно узнать? Чему вы будете обучать этих людей? И как? И как, да. Если первая часть – это вопрос фиксации. Вопрос использования фотоаппарата как фиксации того, что внутри находится, желание либо видение какого-то, то вторая часть – это как раз-таки про видение, про то, что внутри, про содержание, про желание, про мотивацию, про складывание всего, что есть в голове, в какую-то цельную картину, чтобы это еще было читабельно зрителю. То есть это композиция, это работа с элементами художественной формы, цвет, пространство, тона, цвета, фактуру и прочие вещи, которых очень много, с помощью которых можно передать все, что у человека внутри. Поэтому мы будем работать как раз-таки с формой передачи и со содержанием. Будете ходить или вы перемещаться куда-то, на какие-то объекты выезжать? Нет, будем много времени проводить в студии, будем выходить, как говорится, в поле, но недалеко, чтобы не тратить много времени на переезды. Интенсив, он на то интенсив, чтобы погрузиться и не отвлекаться полностью. Максимум 12 участников написано у вас. А если многочисленные слушатели захотят, уже не смогут они присоединиться? Ну, есть какой-то, может быть, люфт там до 14, может быть, до 16, но в принципе больше 20 никогда точно нет. Маленькую группу, да? Да, потому что это важно держать во внимании, что происходит лично с каждым человеком, а не вещать с аудиторией гигантской, как в университетах делают, и потом просто собирают матрицу ответов. Нет, тут как бы работа, с одной стороны, и групповая, с другой стороны, и личностная. И больше там 12-16 человек сложно держать во внимании. И чтобы еще было время у каждого сказать то, что он думает, потому что это же вопрос творческий, художественным, там нет правильных ответов. Поэтому нельзя шаблонно отвечать на все вопросы. Всплывает очень интересный вопрос, который мне не приходит в голову периодически, потому что я в мысль туда, может быть, уже в каких-то местах более зашорена. Когда приходит человек с новым мышлением, он задаст такой вопрос, который... Я думаю, вау, почему же я как-то не думал об этом, как я прошел это? И мы тогда отвечаем вместе. В этом сила группы. Почему это сильнее, чем индивидуальные занятия? Ну, вот такой компромисс. И группа вроде бы, и вроде бы индивидуальная. У меня вопрос-загадка нашему гостю. Знаете ли вы фотографа, которого зовут Андреас Гурский вдруг? Андреас Гурский. Мне кажется, что я слышал, но я очень не слежу совсем. Очень хорошо, очень-очень хорошо, потому что, как вы думаете, он считается самой дорогой в мире фотограф, вообще самой дорогой. Я понял, да, о ком идет речь. А, тогда вы знаете. Хотел спросить, что, по мнению Дмитрия, он фотографирует людей, там, животных, этот, фэшн или что? Вы помните, что он фотографирует самой дорогой? Что покупают за миллионы? Это река, да, и газон, да, если я правильно понимаю? Да, да, да. Да, да, да. Рейн-2 фотографию купил, между прочим, украинский бизнесмен Виктор Пинчук за 4,4 миллиона долларов США. Да, казалось бы, но у него, значит, такой стиль, что он залезает на высокие точки и панорамные снимки, очень, как бы, на мой взгляд, там, графически правильно у него, аккуратненько, чистенько, но бедненько, миллионы платят, понимаете? Да, вопрос, может быть, это тренд, а может быть, в этом что-то есть. Но вы видели этот Рейн-2, эту фотографию про речку? Да, но я не видел ее вживую, да, это важно, то, что интернет, это, да, так как для музыканта, может быть, МП-3, интернет, это, так, достаточно бедная превью-версия, то есть такая демо. То, что это нужно смотреть вживую и в полном размере, мне кажется, что это должно быть большой размер, потому что он такой детализированный человек, у него до этого были работы, где он скрупулезно подходил к каждым деталям. Например, 99 центов называется, это, видимо, магазин или распродажа какая-то в 99 году он сделал, за 3,34 миллиона тоже у него купили, там какие-то сейлы, там нагромождение каких-то банок, чего-то. То есть нужно рассматривать детали, поэтому лучше смотреть фотографию в оригинальном виде, да? Обязательно нужно смотреть, ну, то есть если есть возможность, конечно, смотреть. Что-то можно подчеркнуть из превью вот этого версии интернета, но, в принципе, человек, который видел, сравнивал оригинал и демо-версию, будь то спектакль, будь то песня, концерт. Понятно, что никакая видеозапись не передаст концерт, который был там. То же самое с фотографией. То есть фотографии в интернете, они все-таки не отражают, да? Да, конечно. Тем более, что у вас еще монитор у всех каждого по-своему настроен. А вот, скажем, наоборот, возможно ли, как вы считаете, приемлемо ли бы, скажем, использование фотошопа или других редакторов с целью корректировки фотографий, улучшения там, исправления чего-то? Внешности человека сейчас. Да, ты смотришь, что? Везде есть грань. Ну, скажем, вот ему пейзаж, вот он снял пейзаж, что ему там фотошоп он добавил и заиграл. Да, но чего в природе как бы нету, да? Вот того, чего не было, мне кажется, что это прекрасное искусство, которое называется компьютерным искусством, либо калаш, но уже, либо калаш на фотографии. Но там всего не было ни оттенка определенного, ни какого-то... Да, с оттенком это вообще сложный вопрос. Как, что передает оттенок и как мы его видим глазом, потому что мы тоже глазом видим по-разному. У нас у каждого свои колбочки, там, бочечки какие-то, матрицы тоже устроены, как они устроены технически. Пленка тоже бывает разная, чувствительно к определенным цветам, к другим не чувствительно. Это вопрос очень спорный насчет цветов. Насчет конкретного наличия каких-то объектов, тут более-менее очевидно, да? Если произошел монтаж, то это монтаж. Именно вырезано, вклеено, добавлено, либо убрано, да, именно объектно. То, мне кажется, это уже называется компьютерным искусством. Прекраснейшее искусство, но другое. Но можно людей фотошопить? Считается ли все еще хоть сколько-то ценными художественные эти фотографии? Женщин, например, красивых. Не для обложек журналов, а в принципе, ну хоть чуть-чуть. Конечно, конечно. Это же допустимо, да? Да, безусловно. Есть ценители именно вот натуральности, да? Или как именно находят в этом красоту, то, что это естественно. А замыленное мыло кому-то да, кому-то нет. Люди очень разные в этом богатство наше человеческое. Как знаменитый художник, кстати, тоже на радио Болтком нам рассказывал, Ника Сафронов. Спрашивали его, слушатели, почему вы так, значит, там на 7 килограмм обычно худее человека рисуете? Он говорит, ну человек же может похудеть, там не сегодня-завтра. Ей же будет приятно, что я ее сам там подтянусь. Это же все можно. С любовью относится. Да-да, но фотография интересное искусство. Оно очень связано с реальностью. Оно фиксирует реальный объект. И в этом, мне кажется, очень большая ценность и отличие от живописи, от литературы, в которой писатель может выдумать сюжет или нарисовать, сидя у себя в подвале что-нибудь, море какое-нибудь. То фотограф, он берет все из жизни. Использует только те вещи, которые находятся в жизни. И в этом какая-то есть особая такая изюминка, что ли, или аура, или харизма фотографий. Ну, в этом, мне кажется, и причина ее массовости. Потому что гораздо труднее что-то нарисовать, написать. И чем пойти... Казалось бы. Казалось бы, чем пойти, тем вот вон начать что-нибудь фотографировать. Я думаю, что успех фотографий в данный момент исключительно благодаря маркетингу производителей камер. Они очень хорошо работают в плане, что им нужно продавать. Они хорошо это навязывают. Поэтому фотография вылезла в такие топы. Скоро, наверное, придет видео, и все будет хорошо. Когда нужно было продавать телевизор, я думаю, что кино было на высоте. А возможно ли в будущем, что будет на такой высоте уже техника, что будет что-то уже... Технологии сейчас заложенные в гугл-глазах, в очках, кроме фотографий, они разовьются до неимоверности. И можно будет просто простым морганием сделать какой-нибудь кадр. Мне кажется, что наверняка уже можно. Я не очень слежу, но, наверное, можно. Не, ну сейчас пока можно этими дорогущими очками, которых Владимир Зубля, скажем, у нас в Латвии. Пока зачем? Не, ну так вот, это будет тренд, модно. Все будет ходить, моргать, фотографировать. А кто-то моргнет гениально в какой-то момент. Есть же фотография, она же разделяется, да, тоже. Это не общая такая масса фотографий, как и литература. Есть записки на холодильнике, а есть сочинение школьника. Есть справка от врача, а есть произведение литературное. Также и фотографии. Есть там фиксация, что купить, какой овощ сфотографировать. Есть «я здесь был» на фоне Ефелевой башни, а есть «я так вижу». Да, это тоже разные фотографии. Нельзя так по дну гребенка. Разные жанры, то есть? Нет, разные цели, наверное. А что вы скажете из недавних новостей про фотографии, тут яркое событие. Значит, сделали первое в мире селфи на статуе Христа в Рио. То есть, Христос, на него залез блогер Ли Томпсон, и он сфотографировался на вершине статуи Христа Искупителя, значит. Вместе с Христом или только себя? Ну, как бы он там в основном он, и как бы я и дружище Христос, да? Чуть-чуть, но видно, что это вот на какой он статуе стоит. Влез он по лесенке, значит, с другом, и вот там он сфотографировался. Сейчас вот это считается тоже достижение какое-то. Знак то ли апокалипсиса приближающего, то ли прорыв, например. Мне кажется, что мы каждую свою болезнь стараемся довести до абсурда. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Но все мы получаем вот это удовольствие. Он от своего, мы от своего. И все имеет право на жизнь. Мне кажется, если это не задевает чувства верующих, тогда все хорошо, мне кажется. Кстати. Чувства верующих в айфон, например, можно задевать. Золотые слова. Где искать ваши работы в интернете? Где наши слушатели могут с ними ознакомиться? Может, кто-то еще попадет на знаменитые курсы и сможет немножечко как-то тоже развиться в этом плане фотографическом? Да. Я сейчас говорил, что в интернете смотреть – это демо-версия. Но, опять же, в интернете. Да, конечно. Сейчас есть в интернете. В Риге ничего не висит нигде. Сайт можно, да, говорить? Нужно, конечно, сюда. Сайт называется ByBulking.com. Это основной сайт. Есть подразделение photography.bybulking.com. Там только фотографии. И есть school.bybulking.com. А где висят фотографии? На ByBulking.com и на фотографии. Нет, нет, в жизни. А, в жизни? А, кстати. Сейчас я их забрал из Portabella Photography Gallery. Это в Лондоне. И они полетят… Сейчас я прилечу в пятницу в Лондон. И в воскресенье утром в Копенгаген они летят на выставку Homeless что-то Exhibition. И там они будут висеть достаточно много. Успеем ли мы, Мишенька, стремительно принять вопрос слушателя? Алло, Оля, здравствуйте. Я очень быстро. Вот только поднял господин Губин вопрос о техническом прогрессе, вот в этом, как подспорье в этом великом искусстве фотографии. Вот скажите, для вас не важно, каким образом сделана фотография, я поясню чуть-чуть позже. Главный результат ее, и как вы говорите, как вот тот, кто, значит, представляет эту фотографию, видит изображаемое. Я имею в виду о техническом прогрессе, что можно сейчас поставить просто фотоловушку и уже не самому фотографировать, а отбирать из, там, я не знаю, из тысячи или, может быть, даже несколько тысяч кадров вот именно те, которые представляют вот ваш эстетический вкус. Как ваши отношения к этому? Примерно всю передачу об этом же и говорили, но тем не менее. Это вопрос, который, на самом деле, об одном. Либо человек нажимает на спусковой крючок этого фотоаппарата и тем самым отбирает фрагменты из жизни, либо он берет их больше из жизни и потом отбирает из того, что взял. В принципе, это один и тот же процесс отбора, только он либо вначале его больше, а потом меньше, либо его вначале меньше, а потом больше. И с другой стороны же ученые, в смысле фотографы, попросили всегда на технический прогресс, пеняли. Вот тут вот хорошая цитация интернета. О, Боже, фотография умерла, потому что теперь можно заниматься ею, ничего не зная химии, и не будучи ученым, караул кричали в XIX веке. И были правы по-своему. По-своему были правы, но тем не менее фотография живет. И это радостно. У нас в гостях был замечательный фотограф, фотохудожник Дмитрий Булкин. Спасибо вам большое. Спасибо.